Вот я включаю, проседает лампочка, видите, теперь еще резонанс, резистор кручу. Поймал, зацеп идет, теперь я начинаю регулировать другую сторону. Вот так оно и работает. Все, всем спасибо. 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 Идем пока посмотрит человек видео, потом будем вопросы задавать. А то бред получается какой-то, детский сад. Ну и ссылку дай на схему. Сейчас. Как закончим разговор, я потом сделаю на форуме эту тему и все, кинул все для народа. И разговор, и схему все. Первое, что скажут, а, видели, а, знаем, не работает. Вот уверен, так и будут говорить. Вот кинул схему. Ну вот давай, объясняй, как ты ее понимаешь. Я же говорил, я не учитель, я не хочу ничего объяснять. Ну просто катушки между собой, там часто так гуляет и все. И с другой катушкой там мешаешь, и между катушек получается магнитное поле сильное, как говорил. И все. И ампераж побольше будет, а вольтаж тот самый. 10 вольт подал, 10 вольт получишь, 1 ампер подал, получишь 10 ампер. Вот и все. Все настроено. Короче, я такую модуляцию. Такую ампитуду я получал тогда, когда я, короче, 34063 запускал. Там еще стояло K561LN2 и транзюк. И там, в общем, катушку. Запускал я это, как бы, тогда, когда у меня микросхема лежит сбор. Ребята! Ребята! Чертус два, что ты запускал? Мы говорим про Деламорту, который вот сейчас дает эту схему. А как я делал велосипед, это никому не интересно. Так а я о чем, что ли? Ну я про это и говорю. Надо конкретно эту схему и смотреть, они другие уже микросхемы, другие названия, другие там вообще детали. Это стартовая схема. Надо обсуждать эту стартовую схему, а не, черт знает, какой-то там электрический велосипед. Вот начинаю. Вот катушка первая, вторая, третья, они под 10 витков. Вот четвертая катушка от одного витка до пяти. Все, микросхема, там MC34063, по-моему. Меня слышно, нет или опять связь пропадал? Да нет, слышно, слышно. Ну и все, ребята, ну и все, пошли, обсуждаем. А потом эту запись я отдам на форум. Пусть слушают другие и по этому записи смотрят на схему и думают, как что, где поменять, что работает. Конденсатор, если один диод, там это технологический, то разрываешь просто на один диод. Если там два-три диода ставишь, уже конденсатор не надо, тогда напрямую соединяешь. Что еще помню? Выход напряжения, крутишь, и что-то только регулируется. Потом катушку регулируешь между собой, как взаимодействие. Что-то зло по-русски мне говорит, это бред. Лучше по-литовски. По-литовски никто не поймет. Кто хорошо говорит русский, по-русски объясняйте. Я уже пут. Давайте определимся с направлением на море катушек. Ну, ты где, блядь, вообще-то. Резистор, про который говорили, подбирать надо. Это резистор, который идет на шестую и седьмую ногу? Правильно я понял? Нет, на восьмую ногу. На восьмую ногу надо 0,1 Ом что-то там подбирать. Правильно, правильно он говорил. Шестая, седьмая. Там стоит датчик тока, который включает... Шестая, седьмая? Встроенный генератор микросхемы. В это время, когда он выключил волн, идет ток. Как раз. А, то есть, смысл этого резистора, это датчик тока. То есть, при определенном значении тока, микросхема прекращает свою работу. Правильно? Да, правильно. Да, правильно. Она дает уже вот этой энергии, которая в виде магнитного поля преобразоваться в ток. И тогда на седьмую ногу идет этот резистор. Я сейчас дам ссылку на видео, где слышно звук работающей. Вот именно этой схемы. У кого есть наушники, лучше слушать ее в наушниках. Там шум который, это не фон. Это шум именно этого феррита идет. И на фоне шума этого феррита слышны звуки такие. Хлють, ключ, 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 ключ. Это вот как раз идет перезапуск этой микросхемы. То есть, ток ушел туда, она перезапустилась и снова начала генерить. Опять поле выработалось, преобразовалось, микруха отключилась и так далее по кругу. Сейчас я дам ссылку на видео. Спасибо. А резистором, который идет на восьмую ногу, что мы регулируем? Он регулирует напряжение старта. Стартовое напряжение. От какого напряжения микросхема стартовать должна? А примерно мощность его? Да там нету мощности. Там микросхема, что нахуй употреблять? Не, не, не. Ну, сопротивление этого резистора. Не так сказала. Я говорю, блядь, я не русский, ебаный. На миндал он спрашивает. Ну да, вот я про это и говорю. А вы говорите, объясняет. Один ом, десять ом, сто ом, десять кило ом, один мегаом. Я вот это говорю, вот. На седьмую, на седьмую ногу идет резистор от питания конденсатора, там идет 0,1 примерно. А на восьмую ногу, на микросхему ДА1 идет номинал какой, примерно? Есть калькулятор по этой микросхеме. Надо высчитывать. Я еще раз говорю. Ну, примерно. Сколько напряжения на входе. Ну, примерно. Сколько напряжения на выходе. Сколько напряжения на выходе. Он варьируется от, не знаю, от 60 Ом до 180 Ом примерно. Видео я скинул. Смотрите видео. Слушайте. Вот даже не столько смотреть надо, сколько слушать. В конце она система, когда из резонанса выходит. Видно, что напряжение, как мигает этот диод. И когда ток она вырабатывает, видно, как горит она. И какой звук при этом. Смотрите. И когда ток она вырабатывает. Продолжение следует. Смотрите. Смотрите. стартует эта микросхема по по спадающему напряжению то есть что я имею ввиду когда напряжение падает при определенном уровне микросхема снова начинает работать правильно я понимаю но я имею ввиду этот резистор на восьмую ногу он задает уровень не максимальный уровень то есть смотри грубо говоря здесь у нас там 5 вольт напряжение упало там до двух вольт и микросхема запустило вот я имею детальную плену мне больше всего надпись понравилась на схеме там написано схема при ну черный пиаре считай схема принципиальная то есть в принципе это схема понял спасибо если присмотреться да то сразу становится все ясно и понятно вот то видео ссылку на который отдал как раз моя проба симулировать работу d1 1 d1 2 кто не понял что там происходит зачем там генератор стоит ты мил человек не умничай ты пальцем покажь схему открой да посмотрите по-русски говорю какие элементы блять работают обычно на принципиальных схемах указывают номиналы деталей потом допустим идиоты какие стоят стабилитроны какие стоят их номиналы транзисторы какие стоят ихние параметры а здесь слушай когда это будет коммерческая схема извини меня никто тебе ее не даст вот так в руки на возьми на блюдечке ну так тогда вообще ее давать не надо мы здесь обсуждаем принцип работы для не эту схему сказали же эту схему как образец взяли все понял дико извиняюсь пожалуйста не мешаю вам просто человек это он показывает стартовую схему которую выложил не он не он выложил другой человек выложил все я принес свои извинения еще раз если на пьеса лучше помолчи кто тебе с такой сказал ну я так просто говорю вот то воскресенье так это же можешь объясни побольше напоминаю идет запись и ребята кто по-русски хорошо говорите задайте деломорту вопросы какие по этой схеме по этой схеме как наладить что там как что деталь как работает объясняем конкретный вопрос направление намотки направление же нарисовано он сказал все правильно нарисовано как катушки соединяются между собой все все мотаю влево-лево а это л 4 л 1 4 если будет неправильно переменяющий все концы спасибо л 1 начинаешь первые потом соединяешь с 1 2 1 3 но все он сижу нарисовано дураку я там фазировки нету фазировка должна быть точечки такие сейчас до точек до ребенка так вообще до утра ничего не узнаю и потом буквы погодите вот там на видео деломорта пока говорит что надо очень подбирать я вот не понял какое напряжение где напряжение это напряжение питания или где и или что вопрос задает по первому видео видео один который интересует ну да вот которая сбросил первым видео я садился осциллографом на 1 4 катушку вот и подавал напряжение на c1 подавал напряжение регулировал точно ждал когда 1 4 войдет в резонанс вот когда она в резонанс входит и остелограмм увидел что происходит ага это получается напряжение питания значит нужно очень точно подбирать это был первый опыт надо было подбирать питание теперь не нужно ничего в этой схеме я разобрался сделал как положено правильно разместил обмотки правильно намоталась и все регулируется резистором по схеме смотри выход напряжение вот этим резистором все регулируется оно входит в режим сразу видно потому что вспыхивает ярко светодиод начинает гудеть трансформатор и ты просто выкручиваешь его в максимальную резонанс вот в этом максимальном резонансе она очень мало потребляет входа и много дает на выход должно быть опорное напряжение на c1 всегда постоянно от которого исходит резонанс если не будет или она будет просаживаться или гулять то этот резонанс не будет держать схема сразу расстраиваться резонанс сбрасывает я понял я понял а у тебя микросхема это вот та которая антана сказал да вот это м м ц 3 резонанс 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 чего с чем модели или 14 и с она сама в себе что ли резонансе или с емкостью с какой-то ну ты вырежет все лишнее посмотри куда к чему подцепляется оставь только те элементы которые схеме участвуют формирование тока выкинь стабилизатор выкинь схему самозапиток оставь только то что нужно и получишь мою схему по которой сейчас работает он же сказал нижняя часть эта схема не надо для начала ну мы допустим емкость c9 она как бы тут не обход и он подключается вот голову включать умеешь уже думай дальше а дальше вот интересный вопрос у меня такой если по схеме смотреть игрите катушки наматываются после ну как есть по схеме какой смысл мотать две последовательные катушки l1 2 или 1 3 они противопозно включены или прям вот здесь вот это очень важная часть формата нужно возбудить это ладни 4 без обратной связи с катушкой понимаешь это может сделать только дефилят на которые ладни 4 не будет влиять обратная связь непонятно но и дураку. Откуда берется дополнительная энергия из обратноходового преобразователя? По большому счету это обычный обратноходовый преобразователь. Откуда в нем берется лишняя энергия? Только из-за того, что импульс обратного хода значительно выше по напряжению? 85 раз говорю, что тут энергия берется из-за возбуждения катушки обратно импульсом. 1,4. 1,4 входит в резонанс, намагничивает сердечник. Не имея обратной связи с этими катушками, она добавляет магнитное поле в сердечник. Так, погоди, а какая катушка дефилляром мотается? 1,4 вот эта, да? Нет. Катушка 1,4 это контур колебательный. А дефилляр тогда, ну, так не капит. L1-2, L1-3. L1, L1-2. L1-3 это катушка, которая работает на преобразовании 5 вольт в 12. Астанас, ты такой опыт проводил, вспомни, и у тебя погорели преобразователи. Да, я поэтому и говорю, лучше вы говорите, а я-то уже черту с два. У меня даже не успел так моргнуть, и уже предообразователь сгорел. Потому что он транзисторный был. Нет, ну, а вот это вот, для чего тогда дефилляр у нас есть? А на хрена к нему, к этому дефилляру еще подключены выводы, этому, 7 и 8 микросхем. Ну, микросхема здесь работает, как генератор колебательных импульсов. Вот это микросхема. Какая частота только у него, Вадим? А частота задается емкостью C2. Но там не в чистоте дело. Когда вы начинаете, вот, соберете эту систему, включите, вы увидите, что идут импульсы низкочастотные. Они образуются от катушки L1-4, от емкости C9, от емкости C1. Это две вот эти, C1 и C9, это две важные емкости в этой стиле. Вот. Эти импульсы, вы, чем больше крутите резистор, тем больше частота этих импульсов. В конце концов, наступает момент, когда возбуждается эта катушка 1-4. И тогда две половинки сердечника, если вы их не скрутите, они очень сильно прилипнут друг к другу. Ферид начинает гудеть. Гудеть плохо. Вы выставляете дальше выходное напряжение, вводите в резонанс полную эту катушку, что ферид начинает просто шипеть. Вот. В этом он максимально эффективно работает. Понижается ток потребления на входе, повышается ток на выходе. Это режим, она в такой входит в свой режим. И на нем происходит преобразование, усиление тока, я это называю. И все же, еще раз повторю вопрос, для чего подключать к 7-8 вывод катушки L-1-1? Это датчик тока. Когда пошел ток от 1-4, нужно, чтобы микросхема выключилась в этот момент. Не было генерации, понимаешь? Что в магнитное поле ток обратно перешло и ушло туда, на нагрузку. Это гениальная схема по своей простоте и по тому процессу, который она делает. Я говорю, я в ящик коньяка поставил человеку, который ее нарисовал. А это не Пантехов от участия, не? Да, я вижу, спорство некоторое, да. У него тоже такой элемент присутствует, как 1-4. Возможно, он, ну, вряд ли это Пантехов придумает. А какая резонансная частота в этом контуре получается? A1-4 и C9. Там видео есть со стилографом. Со стилограммой. Ну, прикиньте, как там что-то. У меня осциллограф чистоту не пишет. Он вообще сейчас наполовину работает. В период какой был? Ну, не помню. Не важно мне это. Я не смотрю на осциллографы. Эта схема настраивается без осциллографа. Тут даже просто по звуку можно слушать. Уже понятно, в режиме она или нет. А вот смотри. Значит, L1-4, L1-1 и L1-2. Они между собой в резонансе. А L1-3, она тупо от балды, ну, как от балды, тупо подбирается на нужное напряжение. И все. То есть, она в резонансе как бы не участвует. Правильно я понимаю? Она не участвует в образовании вот этого поля. Но она его собирает. Это один трансформатор. Трансформаторы не раздельны. Они все намотаны в одном месте. И это, и на одном сердечнике, да? Точнее, на одном сердечнике они намотаны. Здесь мы имеем дефилярную катушку, которая как раз-таки вот Олег Евгеньевич только что говорил и возбуждает вот этот контур. Ну, то есть, мы можем туда энергию через этот сердечник какую-то вкачивать в этот контур, а обратно уже она влиять на него уже как бы не будет, потому что, ну, ну, не будет. А L1-3, она как раз-таки вот это все магнитное поле, ну, я не знаю, может складывается тут или еще что-то происходит у него. Зазор между участниками есть? Может, и пробуй. Да там зазор, не зазор, пофигу. Да не я. Может быть, и есть небольшой там чуть-чуть. Здесь, если так прикинуть, то совсем, ну, не знаю, ну, подвох в чем-то тут есть. Какие названия там микросхемы? Т-1-3, 1-6, какая-то там микросхема стоит. Как это уже стыднее вас было? Да это, по-моему, какая-нибудь LM должна быть. Вертор какой-то. Игорь, ты меня слышишь? Сатурн V. Да, слышу. Ты можешь мне скинуть потом всю запись? У меня не все записывает. Пропадает связь, когда другие говорят. У меня связь плохой. Хорошо. Я там написал. Я там написал тебе. Ты читаешь, нет, тебе лично. А где это написано в чате или лично? Да, где там пишешь. Непонятно только вот этот вот генератор, который собран на DD1, 2, DD1, 3. Вот для чего он именно так включен. Нет, не это понятно. Вот тут транзисторы, но на общей. Без них работает. Алло, без них работает. Нет, ну работает, работает, понятно. Для чего-то, чтобы не стоят схемы, этот верхний генерал. Именно вот так вот он включен. Адрес вижу, да, все. Игорь, видишь, что я написал? Да, вижу, вижу. Скинь на почту потом, это все, запись, это да. Линк. На файл обменник, а потом линк на почту мою. Я скачаю, отдам народу на форуме. У меня связь плохой. Хорошо, спрошу. Огромное спасибо тебе. Ребята, продолжаем к теме вопросов. Так, тут уже что спрашивать, по-моему, все ясно. Лучше сто раз спросить, чем потом ловить, когда будет опять деломортов в теме. Сюда в чате. Ну так про намотку уже спрашивали, Катушинская, один сколько витков они. Там по 10. Л1, 1, 2, 1, 3. Примерно по 10. А потом уже по эксперименту надо добавить, уменьшить, уже когда работаешь. Туда-сюда надо. Мне кажется, во время сборки еще появятся вопросы, поэтому было бы неплохо, если бы с Вадимом еще можно было пообщаться. Я там форум открою, потом дам линк сейчас. Открою форум и там на форуме будем обсуждать. А кто подсказал, с какой стороны тут подпитка? СС-9 или С-1? Наверное, С-1. Но тут же подпитка-то от двух индуктивностей. От одной без индуктивной и от второй индуктивной. Тут же же сама подпитка. Это только для начала, для пуска С-1 используется. Ну, конечно, хорошо исполнено выключение, тут кнопка, она просто обрубает ему нахрен весь резонанс и все получается. И он глохнет. Сначала идет стартовое напряжение. Если конкретно рассмотреть схему вот этого автора, то сначала подается напряжение на первый конверт. Но потом напряжение берется генератором с другого конвера, когда режим самозахита идет. Блин, тут как хитро сама запитка закручена, вообще капец. Она гениальна здесь. Вся схема здесь гениальна. Ни одной лишней детали, как я говорил. Стоит контроль напряжения выхода. Когда генератор сам отключен, 34.063, выход контролирует микросхема, которая на логике. Она не дает саморазогнаться этой схеме. Это та же самая искра у Капанадзе. Если аналогии приводим. Капанадзе это уже это. Просто здесь по схеме. Здесь С9, по-видимому, выполняет роль. Две роли выполняют. Он как контурный конденсатор. По нему все одновременно. Тут такой же самый усилитель тока. То же самое у него собрано, только по-другому. Он сделал там земля нужна. Тут катушки, резонансы между ними. Такие же абсолютно. Все процессы такие же идут. Когда вы осознаете все это, что сейчас я вам выложил, вы будете прыгать от радости неделю, наверное. Ну, кто пьет, тот не просыхать месяц, наверное. Я в тему сделал, вот внизу линк. Там будем обсуждать. Там будет эта запись выкладываться в договор. Если можно, запись желательно было бы отредактировать, то есть повырезать лишнюю. Ну, это, ребята, вы сами можете же. У меня столько свободного времени нет пока. Все бы могло вчера закончиться одной простой схемой на форуме страниц. Ну, бронепоезд он вовремя вставил, две копейки стоят. Пригнаешься, чик-пок, и желание пропало. Ну, ребята, не будем обижаться, потому что у каждого своего характера и каждый свой взгляд на все это. Так что все в жизни бывает. Ну, почему, допустим, из-за одного человека год в силу нахуй? А их потом-то много набежало после него. Как на команду фас. Куча троллей сразу. Давай тролль. А ты что, думаешь, на эту тему не будет набежать тролли? Тоже будет набежать. Тоже скажут говно, говно, говно. Не обращайте внимания. У меня это говно, он на столе лежит, работает. Меньше переписывайте, меньше отвечайте троллям. Чем вы больше отвечаете им, тем они больше пишут и мусорят. А я не успеваю каждый час там чистить. Беломор-то, кстати, сколько оно работает уже? Сколько оно может работать? Просто ток усилил. Самозапит здесь можно сделать, как фонарики. А можно сделать через трансформатор, например. Как капонадзе, через зарядное устройство. У него также аккумулятор на входе. Самозапит через зарядное устройство. То есть, с выхода снимает энергию. Переобразует ее в постоянный ток перемен. И подает на вход. Должно быть на входе всегда опорное напряжение. Всегда. От этого рассчитывается резонанс в самом деле. Он от напряжения там. Я вот всегда вам говорил, от напряжения резонанс идет. И видео один показано, что именно от напряжения. На определенном напряжении начинает обмотка резонанса. А этот ферромагметик не деградирует? Фонарик сколько работает у человека? Оно через сколько лет показывало, он работал. А большие токи хрена узнает. Соберите, попробуйте. Посмотри, на форуме я выложил эту схему, по-твоему, там. Деламорто, я кинул там схему. Посмотри, там все правильно номиналы написал. На каком форуме? Сейчас кинул ссылку. Ссылку видишь? Я там подписал, там обмотки сколько, как, что. Посмотри правильно, нет? Очистил немножко схему от мусора. А на новом форуме что нужно по-новому регистрироваться? Да, там старый уже глючит. Когда удаляешь сообщение, там они остаются, не удаляются. На модератором там, ну, один сломан, что-то там нахитрили неправильно. И открыли новый форум. Просто старый форум только конец, там, realstranix.com и все. Realstranix.com Я бы посоветовал обмотки высчитывать под конкретную нагрузку. А в таком виде, как схему брать, что технологический разрыв закрытый для диода, он сгорит нахрен сразу. Такие схемы надо питать от латера, чтобы сразу все видели, какой поражающий фактор. Кто хорошо разбирается в этой схеме, по разговору, пожалуйста, уберите лишние элементы с этим спайтом там и ставьте свой вариант схемы, как говорится, без мусора. Там же не все детали нужны нижние. Спасибо. И на форум киньте, пожалуйста. Ну, раз обсуждение уже заканчивается, запись останавливаю. Хорошо, спасибо. Закачай, я жду тогда или здесь, или через почту, кинь мне ссылку. Хорошо, я сразу отдам на форуме. Хорошо. Спасибо огромное, жду. Вадим, спасибо за помощь. Субтитры сделал DimaTorzok